добрый день это rolling moto мастерская сегодня меняем резину старую на новую на примере honda x4 поехали короче по-быстрому сейчас вот заменим все это дело правильно же я говорю сначала скинем суппорта как уже и показывали здесь видно что что он немытый сейчас очень а так перед этой операции надо вынуть все как уже много раз говорили и вот таким клинушком зафигачили но тема вот так вот хотя в принципе это и это и не надо делать здесь шланги чуть нигде не дотягиваются чтобы на руль это полу положить все это дело и так же левый суппорт по-бырому сниму все это нужно вымывать если честно а перед самой разборкой вот суппорт и скинули теперь можно открутить ось honda в отличие от китайцев у такого плана делает ось с внутренней резьбой и болт вкручивающие 8 забыли совсем с той стороны выкрутить вот эти вот шестигранные болты ставить все болты вот этот вот этот вот этот крепление суппортов и крепления оси обязательно на фиксатор резьбы даже не из-за того что что они откручиваются а чтобы защитить резьбу потому что к примеру болт стальной а вилка алюминиевая резьба соответственно алюминиевая вилки и мы можем повредить стальным болтом если он чуть при ржавеет резьбу это уже совершенно другая работа это то есть замена стакана вилки полно получается либо дикий ремонт фиксатор резьбы бывает трех видов зеленый синий красный то есть вот зеленый это слабой фиксации идет синие это средней фиксации и красный это для высоко высоко нагруженных там узлов это сильной фиксации считается хотя блин можно ставить и на синий практически на все болты вот здесь колесо долго не снималась блин и что-то у нас сочью не получается ее вынуть блин если очка как здесь с геймором выкручивается то можно подбить ее немного вот вкручиваем болт оси на 5-6 витков резьбы и вот так вот вот как выглядит если не мазать фиксатором резьбы вот ржавость это фиксатор резьбы никто здесь не делал что же самое аналогично чем 2 болт будет ржавый и здесь точно такая же картина да то же самое это еще хорошо что они так легко открутились очень часто бывает что шлиц срывается у болта и все и только либо высверливать либо другими хитрыми способами ща попробуем открутить вот пошло вроде дела ща посмотрим как мазаная ось смазка или нет судя по болтам она не мазаная поэтому нам нужно что-то придумать еще такого еще попробуем вот такой алюминиевый если с такими же трудностями вы столкнулись то пользуйтесь для выбивания осей и болтов только вот алюминиевыми бронзовыми либо из каком из либо из какого другого материалом только мягкого медь бронза алюминий и резьбе тогда ничего не будет все мы колесо скинули ну вот была в смазке вот она здесь видно чуть смазки она была но она опять же таки если ее если и плохо помазать она будет ржаветь вот здесь видно ведь вот из-за вот из-за этого она сейчас очень неудобно снималась вот хитрая фенька японцев на многих вот вот мало вот модель внутренняя резьба вот пара что я говорил не внешняя внутренняя из каких-то своих соображений они делали заодно проверяем в каком состоянии подшипники это легко делается берется ось также и вот за другой вот конец мы пробуем люфт здесь тоже самое в этом подшипники в левом есть чуть-чуть люфт в правом нету кстати страны почему вот здесь есть такой небольшой люфтец но он еще походит мотик мы не мыли ну колесо перешим манту перешим монтажом мы сейчас вымываем все мы сняли сняли отмыли так более-менее отмыли что туда ничего не попало в паров подшипники грязь теперь приступаем к шиномонтажу выкручиваем ниппель такую бескамерную резину вручную это очень сложно сделать только типа опытные люди могут это сделать потому что есть риск запороть ее полностью она более жесткая чем камерная резина и поэтому надо использовать только шиномонтаж открутили все теперь отжимаем и по кругу как все делают отжимаем резину от обода только надо аккуратней с дисками с тормоза с тормозными что-то она не хочет у нас отжиматься вообще кути димор были а вот не отжалось нифига не хочет отжиматься у нас реально диск у нас не отжимается резина от диска не отжимается поэтому приходится снимать тормозной тормозные диски тут уже один сняли левый ща будем снимать правой так что такой вот геморрой бывает открутили диски и начинаем заново отжимать резину нашу не отжимающуюся резину вот пошла отжиматься нам пришлось снять диски тормозные и так отжимаем по всему кругу колеса бескамерная резина она вот мы отжали теперь с другого блока отжимаем колеса аккуратненько надо отжимать где стоит сосок простонародье все вот мы отжали его и начинаем уже снимать ее особо до колеса одну сторону сняли а вторую печь у нас не получается нифига возьмем другую монтажку все мы сняли отложили в сторону теперь нам нужно все почистить дело еще мы почистим чтобы это не снимать эту муторную работу и будем уже монтировать покрышку на обод все вот мы отмыли диск подготовили к монтажу покрышки обязательно вот эти все плоскости где бортом резина прикладывать ее надо обязательно отмывать очищать от остатков старой покрышки так как при монтаже новый может быть в будущем не герметично здесь будет воздух пропускать потом нашу монтажную пасту берем и все хорошенько смазываем прямо не жалею ее ну монтажную пасту можно и мыло использовать такой мыльный раствор но сейчас на рынке много всяких прибамбас химии автомобильные мотоциклетные ну лучше кстати очень многие шиномонтажники профессиональные они говорят что нельзя использовать мыло мыльный раствор то есть обязательно в этой шиномонтажной пасте есть какие-то герметизирующие даже свойства после засыхания ну и для облегчения монтажа покрышки на обод очень много в интернете как раз споров по этому делу то есть мыльный раствор лучше хуже то есть там за против то есть как бы непонятно что даже лучше но на все-таки наверно лучше монтажную пасту здесь от именитых каких-нибудь производителей все вот мы смазали берем старую новую покрышку мы ставим не новую покрышку а старую потому что до конца сезона осталось немного и в принципе нету смысла покупать новую но у вас денег нет вот у клиента нет денег да и при монтаже и и нам нужно соблюсти направление на многих кроссовых есть резина не не направлены на всех дорожниках шоссейник она вся направленная резина вот на покрышке есть стрелочка в каком направлении она должна открутиться и на самом диске есть стрелочка на тех дисках на тех колесных дисках где есть два тормозных диска обязательно обязательно на самом диска будет нарисована стрелка чтобы не перепутать стороны диска привод установки уже на мотоцикл вот мы берем с моим в какую направлению от сравниваем с направлением диска и еще будем одевать тоже ее смазав смазки мало не бывает то есть надо мазать вообще чтобы прямо ее было очень много она все равно высохнет после монтажа и куда-то испариться смазали совместили стрелки еще раз проверили чтобы по 20 раз ее не снимать туда-сюда вот я потерял вот она сейчас тоже возможно будет не очень не очень удобно ну посмотрим сейчас собак все без камерка намного сложнее делается чем камерная резина теперь нам нужно ее надуть не забываем про ниппель закрутили так без фанатизма и теперь мы ее накачаем без камерную резину можно окачивать до 3 спокойно атмосфер если она вдруг не встала на диск нормально то есть нужно после вот как только накачали посмотреть чтобы она ровно встала на диск то есть если она ровно не встала то мы опять ее сдуваем и опять накачиваем смазываем монтажной пастой опять накачиваем до тех пор вот пока она станет у нас нормально на сам диск накачали посмотрели что она ровно встала протерли ветоши от остатков пасты можно не протирать она сама испарится ну так что из эстетики стало нормально нормально вроде все шиномонтаж мы сделали теперь идет вторая стадия балансировка этого колеса забыли сказать про резину разные фирмы существуют там да вот мисселлер пирелли здесь вот используется покрышка фирмы мисселлер мисселлер немцы они раньше вот именно эта фирма у них была своя технология по изготовлению резины все остальные фирмы они на шоссейнике и на дорожнике всегда использовали резину трехкомпонентную то есть по бокам мягкая резина по середине жесткая резина вот к примеру здесь даже видно под покрышка покрышка был и прямо виден износ то есть вот на серединке идет у нас вот так вот а здесь вот потерто с боков то есть это говорит о том что у нас трех компонентная резина но лет 7 или больше назад именно мисселлер был против трех компонентной резины они делали свои покрышки на основе разного натяжения корда то есть была резина одна компонентная но внутри было разное натяжение корда то есть посередине сильнее по бокам меньше и из-за этого они добивались такого вот эффекта как с трех компонентной резиной но в последнее время они стали делать как и все фирмы производители мото покрышек то есть чисто трех компонентную резину все сейчас мы отбалансируем ее и можно ставить на мотоцикл все вот у нас вторая стадия теперь это балансировка нашего колеса ручная она самая крутая самая точная что мы и говорили прокручиваем колесо и смотрим где остановится оно это будет самое тяжелое место вниз чуть-чуть можно ускорить это дело пальцами притормозить ее вот здесь у нас получилось самое тяжелое место то есть нам нужно наверх поставить наши груза обезжирили и наверное установим мы сразу же 15 грамм используем вот такие вот груза маленькие они симпатично смотрятся на диске приклеили 15 грамм и проверяем 15 мало поэтому добавляем еще наверное надо добавить щирик 10 грамм откусываем и клеим приклеили приклеили нет мало еще надо клеим еще тогда 10 грамм только с другой стороны обезжириваем точно так же оба не фразу ни в коем случае растворителем не надо лучше тогда бензином если нет растворителя вот это уже похоже на правду все равно надо еще чуть-чуть добавить добавляем еще сюда пятерочку 5 грамм и проверяем ставим колесо от центра на 45 градусов и смотрим чтобы оно не проворачивалось вот еще можно пятерочку поставить сейчас посмотрим как оно встанет еще можно дополнить пятерочкой или рискнем поставим десятку и проверяем и в другую сторону на 45 градусов и в другую сторону тоже все мы отбалансировали эту резину вручную самый лучший способ для балансировки это вот вручную самый точный способ в любых положениях она у нас не крутится все и на этом колесе у нас оказалось целых раз два три четыре 55 грамм это очень много на самом деле чтобы добиться меньшего дисбаланса нам нужно опять ее сдуть отжать и провернуть резину на 90 градусов то же самое собрать поставить на балансировочный станок и отбалансировать и у нас должно получиться на грамм 10-15 а возможно и 20 меньше дисбаланса но так как резина бэушная мы это заниматься не будем этим мы оставим все как здесь есть все мы все сделали сделали шиномонтаж отбалансировали и теперь будем устанавливать обратно на мотоцикл но это уже показывать и не будем это все делается в обратной последовательности так что всего доброго это был до роллинг мото удачи